Самая ожидаемая премьера этой осени. С 30 сентября на манеже Хабаровского краевого цирка заслуженный артист России Гия Эррадзе представляет новое грандиозное шоу «Бурлеск» настоящую жемчужину российской государственной цирковой компании, созданную на основе номеров, которые покорили княжеский дом Монако. Уже два года новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Гастроли в Хабаровском цирке стали ежегодной доброй традицией для жителей и гостей города. Публика Хабаровского края хорошо знакома с творчеством Гии Эрадзе, знает, ждет и любит все программы Королевского цирка, но в этом году зритель увидит совершенно новое грандиозное шоу. Давайте узнаем все подробности. У нас в гостях Татьяна Широкова, она же мадам «Бурлеск», артистка российской государственной цирковой компании, главный балетмейстер шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Татьяна, доброе утро, мы очень рады видеть вас. И давно вот в таких красивых костюмах к нам не приходили. Давайте сразу к подробностям. Шоу «Бурлеск». Мы еще в Хабаровском крае этого не видели, хабаровчане только вот могут уже делиться первыми впечатлениями, потому что кто-то уже успел сходить. В общем, расскажите, что за шоу? Всем доброго утра. Доброго. «Бурлеск» в переводе с французского – это шутка. Поэтому наша программа – это некая комедийная история отчасти. Но вообще это роскошь, это шик, это блеск, потому что «Бурлеск» также чрезмерно, что-то чрезмерно богатое, чрезмерно роскошное, чрезмерно смелое. То есть это большое количество трюков, которые признаны во всем мире на всемирных фестивалях. И у нас очень много золотых наград. В принципе, самая главная золотая награда – это фестиваль в Монте-Карло. Этот фестиваль, 43-й фестиваль, единственный в своем роде, когда «Золотого клоуна» дали коллективу. Именно на основе коллектива этих номеров, которые были на этом фестивале, было создано шоу «Бурлеск». Вот, кстати говоря, про «Бурлеск», если вспоминать историю вообще этого шоу, это середина XIX века. Да, тогда это была более комедийная, развлекательная история, но сегодня вы представляете эту программу здесь, а вы – это все-таки цирковая программа. То есть я так понимаю, что вот это развлекательное шоу, оно еще наполнено цирковыми номерами. Расскажите о них немного. Естественно. Фаберже – групповая трансформация или «Квик-ченч». Второе отделение открывает огромные яйца, шесть яиц, точных копий Карла Фаберже, которые стоят на манеже, и 12 человек, шесть пар. Мы единственные в мире, кто исполняет именно групповую трансформацию. Это надо увидеть, это стоит увидеть. Сама принцесса Стефания аполодилорвала стоя этому номеру. Большое количество акробатов, огромное количество животных, экзотических животных. В финале программы из-под купола будет литься дождь, и под ливнями акробаты без страховки, воздушные гимнасты будут исполнять под музыку Теоны Дольниковой, под песню Теоны Дольниковой великолепный номер. В финале песни прозвучит песня Филиппа Киркорова в эпилоге нашего шоу. Номер «Стречные качели» под руководством Мифаила Филинова, который завоевали, мне кажется, все награды на всевозможных фестивалях. Поэтому это шоу для всех возрастов. Это будет интересно всем, это будет роскошно, это будет сильно, это будет смело, это будет ярко, красочно. Естественно, балет – отличительная особенность наших программ. Огромное количество костюмов, светового оборудования. Мы привезли сюда 17 фур. Приехала сюда в город, это целый состав поезда. И это все декорации, это свет, это животные, это реквизиты, это костюмы. Поэтому это шоу стоит увидеть каждому, потому что оно признано во всем мире, как эталон роскоши и богатства. И также в цирковой индустрии это котируется как великолепная цирковая именно база, трюковая база, к которой люди приходят, смотрят подростки, дети, взрослые, и они идут заниматься спортом, они идут в спортзал, они стремятся к чему-то. То есть это также и вдохновение. Кстати говоря, про животных. Какие животные задействованы в представлении? Большая экзотическая группа. Это и зебры, это и ламы, лемуры, обезьяны разных видов. Сделано все это в стиле аватар, в таком гламурном также стиле. То есть это необычная Африка, это вот такая некая волшебная история, которая светится вся. Это воздушные гимнасты параллельно с животными, в оформлении балета. Это очень интересно и увлекательно. Большие роскошные медведи, которые танцуют русскую кадриль. Животных будет очень много, поэтому это будет интересно для всех. А есть ли какие-то ограничения по возрасту для зрителей? Нет. То есть для всех возрастов, и дети, и родители, и бабушки. Конечно, ноль плюс. Прекрасно. Вы мадам Бурлеск. Какая у вас роль? Я комическая актриса. И если мы берем моего персонажа, то есть это дама, которая, несмотря ни на что, всегда роскошная, всегда улыбается. Но, естественно, если это комическая история, то что-то идет не так. И из этого моя героиня выкручивается всегда самым наилучшим и роскошным образом. И из фантазии мадам Бурлеск рождаются номера программы, и она попадает в разные ситуации, в разные истории. То есть вы путешествуете вместе с ней по программе. Это все очень интересно, но слова, когда слышишь, ты начинаешь себе рисовать картинки. И я думаю, что всю ту роскошь, которую вы рассказываете, вряд ли себе можно в голове представить. Надо идти, надо идти смотреть. Но, кстати говоря, у нас есть возможность, у вас есть возможность, кому-то из вас, сходить туда абсолютно бесплатно, потому что Татьяна сегодня принесла с собой вот такой пригласительный билет на шоу, на спектакль продюсерского центра «Королевский цирк Гиерадзе», который состоится 29 октября в 17 часов. В общем, можно выиграть этот пригласительный. Нужно позвонить по номеру телефона 45-66-45 и ничего не угадывать. Просто первый человек, который звонится к нам, тот и получится пригласительный. Я вот не слышу, чтобы кто-то звонил. Видимо, для вас это было немного неожиданно, потому что наши зрители обычно знают, когда звонить. Но вот этого мы не анонсировали, поэтому сейчас просто на удачу 45-66-45, телефон прямого эфира, дозванивайтесь и обязательно выиграете вот этот пригласительный. Ну, а пока звоните, еще один вопрос. Вы – балетмейстер. Помимо того, что вы исполняете еще главную роль «Мадам Бурлеск», вы еще и балетмейстер. Как удается вам сочетать одновременно все это? Это интересно. Это и есть, по сути, моя роль и в шоу, потому что «Мадам Бурлеск» она разруливает разные ситуации, также она связана с балетами, с артистами балета, с главными героями также. И поэтому и как балетмейстер шоу я люблю цирк. Я очень давно в цирке. И более 20 лет назад именно здесь Дальний Восток стал для нас первым краем, где мы выпустили свои первые номера. Сейчас у нас уже четыре коллектива существуют. Бурлеск – это самый молодой, самый такой именитый, самый оскароносный коллектив, скажем так. Поэтому для меня большая честь быть здесь хореографом. У нас прекрасная балетная труппа. Кстати, вы через несколько секунд уже можете увидеть хортистную балету. Да, я в предвкушении, я об этом узнаю, но это такой пока маленький сюрприз для наших зрителей. Кстати говоря, наша телезрительница Анастасия дозвонилась нам, ну, передаем ей вот этот пригласительный, она уже, наверное, в курсе, как его получить. Ну и, кстати говоря, да, Татьяна, с вами мы не прощаемся, встретимся с вами через несколько секунд, но уже в как раз таки привычном для вас амплуа Мадам Бурлеск. Оставайтесь с нами, сейчас будет интересно и более того, очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И все это Бурлеск Мы приглашаем абсолютно всех на представление в цирк на красочную программу «Бурлеск» И огромное спасибо говорим всем артистам цирка, и в частности Татьяне Широковой, мадам «Бурлеск» у нас сегодня в студии, артистка российской государственной цирковой компании, главный балетмейстер шоу «Гиерадзе Бурлеск» Приходите посмотреть!